И дальше путь закрыт. Пожарная машина доехать до детского садика на Некрасовской 98 не может. Машины припаркованы абы как со всех сторон. Подъехать не можем. Пути подъезда заставлены автомобилями. Ищем пути подъезда. Более того, парковаться пытаются и у ворот детского сада. Предупреждающий знак для многих водителей становится невидимым, хотя висит прямо перед глазами. И так, как говорит охрана детского учреждения, каждый день. Просить, чтобы освободили пожарный проезд. Потому что здесь не только пожар. Здесь и мусорка приезжает, продукты в садик привозят. Бывает, что здесь заторы из-за того, что кто-то встал. И не каждый водитель на просьбу откликается. К примеру, хозяин этого автомобиля, загородив весь проезд, попытался доказать свою правоту. Якобы знака здесь нет и вообще мало ли что на заборе написано. Но заднюю все-таки дал. Эта придомовая дорога сквозная. Здесь всегда оживленно. Могут проехать. Здесь постоянно. До самого позднего вечера. Разрулить они никогда не могут. Друг другу сигналят. Ну, типа, ты мне должен уступить. Ну и вот образуются такие вот нехорошие ситуации. По регламенту на прибытие спецмашины дается 10 минут. В течение этого времени пожарные приезжают на объект, личный состав проводит боевое развертывание, а руководитель подразделения оценивает ситуацию. И сегодня она такова. Пришлось значительно увеличить время развертывания. Техника подойти непосредственно к месту занятий, а не дай бог к месту пожара не смогла. Каждая секунда на пожаре – это здоровье и жизни людей, в данном случае детей. И это проблема ни одного района. В нашем городе паркуются поперек тротуаров, на зебрах, газонах. Вторым, а то и третьим рядом, причем в зонах действия знаков остановка и стоянка запрещены. Наблюдаем постоянно эту картину, что крупные административные здания, в которых, может быть, имеются парковки, но они заблокированы полностью, при этом вдоль дорог устанавливаются автомобили. Это касается и магазинов, и различных учреждений. Все автомобили, которые сегодня помешали проехать пожарной машине, сфотографировали и отправили в соответствующие органы. Личности водителей установят и оштрафуют на 2, 10 или 150 тысяч рублей. Для личного состава это была тренировка, для горе-парковщиков – урок. Итог, правда, один – драгоценное время потеряно. А 8 лет назад при пожаре в здании «Примстрой» Непроекта это же потерянное время стоило жизни 9 женщинам. И, похоже, эта трагедия горожан ничему не научила. Спальный район, машины стоят в несколько рядов, в спецтехнике путь закрыт. Алина Черненко, Андрей Макаров, Вячеслав Петров. Новости на 8.